И жизнь ваша устроялась по пределам и уставам святых отцов наших, и по заповедям моего смирения. Ибо где так живут и действуют, там благоугождается Бог, там свет воссеевает, там мир господствует. Там не имеет места сатана, а тут далеко отстоят страсти. А где об этом не родят и в этом духе не действуют, там все противное этому гнездится. Вместо добра – зло, вместо света – тьма, вместо Христа – велиар. Поэтому бодрствуй и внимай, надирая сердца братьев при посредстве исповедания и направляя их на всякое дело благое. Держись в середине. И как безмолвие, молитвы и чтения не допускай расстраивать дело по телесной жизни, так опять непомерным трудом по этой последней части, не давая не изводить ум от памятования о Боге, от созерцания божественных вещей долу и погружать его в вещественное. Таков закон истинного благочестия. Если б ты сам так жил, то и братья последуя тебе тоже восприяли бы и делать начали. Ибо не затем оставили мы мир, чтобы здесь спокойно есть, пить и одеваться. Или в этом спасение наше? И не затем опять облеклись мы в эту схему, чтобы сидеть без дела и движения, без пищи и одежды, а чтобы то и другое каждое в свое время разумно совершать по апостольскому слову говорящему. Все благообразное по чину добывает 1 Коринфянам 14.40. Потом о себе самом говорит этот великий апостол, что никогда даром не вкушал хлеба, но что для него потреб его и сущих с ним достаточно было того, что приобреталось трудами руки его святых. Это творя, и в этом пребывай, никто же да не пренебрегает юностью твоею. Не оставляя без внимания того, что требует взыскания, чтобы через такую кажущуюся доброту, малое какое опущение, оставаясь нетронутым, не привело братьев к большим неисправностям. Тайна есть кто? Под епитимию его имеет что особенное, без благословения, хотя бы самое ничтожное. Под епитимию его передает другому, что съедобное, не имея на то власти, меняется с кем какой-либо вещью или другое что подобное делает. Под епитимию его. Ропшит тоже. Оказал непослужание под епитимию. Не хочет работать, да не ест. Заводит скоб или крадет, отлучен да будет и прочее. Как положено у нас об епитимиях. Слыша это, чадо мои, братья, не считайте тяжкими слов моих и не думайте, что все такое устанавливается от безжалостности. Напротив, это делается по отеческой любви и от болезнования о душах ваших, о которых мы должны дать отчет. И суд тяжело ляжет на главу нашу, если не будем возвещать вам должного, отвращать от недоброго и утверждать в добром. К тому же дело доброго отца не оставлять чад своих ненаказанными, но малыми угрозами и штрафами пролагать им путь к получению вечной жизни. Достойное осуждение и укора отец Ильи за то, что не обличал и не наказывал сыновей своих, когда они нарушали закон, вместе с этими сынами лишился жизни по одной этой причине. 133 тоже. Блаженному чадо, что добре действуя и добре живя стяжеваем в себе утешение Царства Небесного, через малое наше ничтожное злострадание в монашеской жизни, потому что весь труд монашеский легок, как говорят отцы, и поминания не стоит перед нескончаемым блаженственным радованием. 144. Если теперь вы, терпя, потерпите этот труд, то радуйтесь, ибо мзда ваша много на небесах. 155. Но потребно внимания и непрестанное помышление ума о том, где мы и куда имеем переселиться, и каковы будут для нас исход из мира, среди не ангелов, предстания перед Бога, присуждения судьи, и следствия того, отослания одеснуя или слева. Вот в чем утренники. Вот о чем размышляйте, вот чем занимайте себя. Вот свидетельствую вам перед лицом Бога и избранными его ангелами, чтобы вы достойно звания своего шествия, не уклонялись налево, не увлекались в грех, не попадались в сети дерзости. Об этом вопию и не перестану вопиять. Откройте же уши ваши, возгорите сердцем и уразумеете, что говорю. И соблюдите себя непорочными, да как делатели вертограда Божии, получите воздаяние многое и безмерное. Сто тридцать четыре тоже. Будьте строгими исполнителями заветов моих, которые приняли вы от меня преступлений выночества, с обетом храните их пока живы, и употребите все старания о благоустроении вашим под руководством игумена, чтобы, благоустроившись, быть вам доброй закваской для имеющих поступить к вам братьей, оквашивая их собой своим устроением, испекая огнем любви и представляя из них благоугодный Богу хлеб к трапезе небесной. Не издевайте времени на телесное упокоение и исполнение воли своих, но ищите утешение небесного и упокоение душевного, после которого уместно бывает и мерному утешению телесному. Ибо когда такому утешению предшествует утешение духовное, тогда оно неукорно. Ходите в преподобии и правде, нирствуя между собой все, всегда Бога имея перед очами своими, помня и о смерти непрестанно, о сложении одежды плоти, об исходе из мира, о предстании перед Бога и о предлежащем вам выслушивании окончательного решения суда Его, которое, конечно, будет одной из двух. Или отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, или приедите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира. Перед этим ничто мир, ничто земные блага, ничто человеческая слава, красивые одеяния, благоухания ароматов, пиры, гуляния, утехи и все. Вы же насыщайтесь Богом и божественными вещами, упивайтесь благодатью Духа Святого, наслаждайтесь сладкими пачи меда и сотословесами Писания, украшайтесь целомудрием, правдою и воздержанием, богатитесь благими деяниями, славьтесь смиренно мудрием, восходите на небеса без страсти, не лечайте Бога с ангелами, устреляйте супостата страхом Божиим и святою молитвою вашою, более и более просвещайтесь, более и более очищайтесь, более и более делайтесь небесными, да речено будет и к вам, как бы из уст Господних, не от мира сего. Сто тридцать пять тоже. Подвязайтесь, чадо мои, теките путем духовным, горе воздевая очи ума, зря небесное, возревая на вечное и взыскивая, когда и как, в зиму или в жатву, днем или ночью, теперь или под старость, в этом или в будущем году, в этот день или час, придет последнее мое издыхание, ибо смерть всеконечно придет, придут имеющие паять душу, придет соперник, враг, и определится победа или потеря всего. Возбуждая себя такими помышлениями, вы не будете скоры на грех, не впадете в бездну зла, но узрите, наконец, благая Вышнего Иерусалима и будете зреть их все дни вечной жизни Вашей. Делайте и телесные делания, старайтесь о тех и других, устами Бога хвалите, языком говорите истину, руками работайте по силе своей, ногами шествуйте путем мира. Все тело Ваше святое, все члены Ваши члены Христовы. Возьму ли члены Христовы и сделай ли их членами блудницы, да не будет, говорит апостол. Бегайте про дерзости, никто никого не уязвляй, никто ни на кого не злослось. От Бога ничто укрыться не может, ибо очи Господни в десять тысяч крат светлее солнца прозирает все пути человеческие и рассматривает в тайных местах. Вчерах 23, 27. Не смейтесь бесчинно, не садитесь близко друг к другу, когда разговариваете. Не разгорячайте крови насыщением чрева, не пейте вина. Предлагаю, как добрый совет здоровым. Довольно с нас внутренних волн, довольно естественного огня. Если же подложить совне огня винного, то возжешь бедственный пожар. Плоть не выдержит, воскипит и потребует своего. Все предупреждаю Вас, предуказывая пагубные последствия. Бог уставил день испытания, осудит и предаст невообразимым мукам с демонами, делающих такие дела. Предварите Господа во исповедание, открывая подлагаемые дьяволом внушения. Все благообразно делайте, нервно принимайте сна и поскорее пробудившись, совершайте положенный чин бдения. И блаженны будете, если Господь обрящет вас так творящими. 136 тоже. Приветствую вас все еще письменно и вопрошаю, как идут дела ваши, как мир Божий ограждает вас, как страх Господень очищает, как оправдания Его веселят сердца ваши, как стройность благочения сочетывает вас, как искренняя вера утверждает, как благоутвержденный обет подчинения связует вас, как нелицемерное послушание возвышает, каково христо-подражательное смиренно-мудрие ваше, каковы входы и исходы ваши, и как идет исповедание сокровенностей, потом, как идут и дела рук ваших, начата ли жатва, возвестите нам это и прочее все и порадуйте нас. Мы надеемся на вас, но и боимся. И с беспокойством иной раз помышляем, не бесчинничает ли кто у вас там, не ропщет ли, не плотоугодничает ли, не вдаётся ли в продерзость, не сружается ли иные с дьяволом, тоже замышляя, что и собравшись вместе на Господа и Христа его, говоря, расторнем узы их и свергнем с нас игои их. Но живой на небесах посмеётся им, и Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своей сметёт их. Ибо я поставлен над вами по свободному вашему согласию, и вы сами самоохотно отдали себя мне в послушание. Почему и говорю к вам так, возвещая вам повеление Господне? Потрудились вы, ещё трудитесь, боролись и ещё боретесь, терпя Господа в подвижничестве вашем, в послушности вашей, в отсечении воли вашей, в подавлении пожеланий ваших. Не губите же содеянного вами прежде, но как сеяли и сеете в слезах, воздыханиях и всяких лишениях, так да пожнёте в радовании тогда, когда судья всех будет воздавать каждому по делам его. Слушай небо и земля внимай, ибо Господь говорит, О, да не будет, братья, для нас с вами таково слово это. Сынов я родил и возвысил, они отверглись от меня. Вол знает Господина своего, и осёл ясли Господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Но таково да будет то. Сыны твои, как новонасажденные масличные, ветви окрест трапезы твоей, духовно понимаемая, все так благословится человек, боящийся Господа. Слушайте же, прошу вас, тоже мудрствуйте, в том же согласуетесь все, последуя путеводству вашего игумена. Живите, как каждодневно умирающие, из-за пищи и питья не метитесь, не приогорчайтесь и не ропщите. Что говорит апостол? Если пища соблазняет брата моего, то не буду есть мясо вовек и пить вина, чтобы не соблазнить брата. Не будьте же вы сынами противления, не сынами блуда, не чадами гнева и греха, прогневляя Бога срамными делами. Горе! Горе сердца ваши, горе ока ума вашего. Бог отмщений Господь, и нет твари неявленной перед Ним, все перед Ним открыто, и нет сокровенного перед очами Его. Кто не ужаснется? Кто не вострепещет? Кто не предаст себя на благоугождение Богу до пролития крови? 137 тоже. Ведая, ведаю, что вы теперь в больших трудах, будучи солнечными лучами полимы и потом обливаемы по причине жатвы и собирания винограда, почему я все благовременно сказать вам подобающие имена в этих трудах ваших? Благословение Господне будет на вас, чадо мое, и да благословит вас Господь Бог ваш с высоты святой своей, оживляя вас и укрепляя души ваши и телеса, чтобы вы имели достаточно силы как для духовных служений, так и для телесных работ. И совершали то и другое бескрайнего утомления. И я знаю, каковы и как жгучи летние в жатву дни, и какое причиняет они утомление, что если пособенное усердие трудящихся не придавало силы, едва ли бы кто смог перенести их. Прошу же вас, в любви ради Христовой стойте и в том, и в другом подвиге, благообразно и в благо настроении, совершив рано утром обычное псалмопение и молитву Богу. Приступайте к предвижащему делу и работайте мысленно, прочитывая псалмы, пока наступит третий час. Тут прекратите работу и пропойте Господа в разумном, с разумом, третий час, воздевая руки свои к небесам, с испрашиванием благодати Святого Духа, на укрепление душ ваших и телес. Затем, совершив три, четыре или больше коленопреклонений, со внимательной молитвой вкусите, что Господь послал, кроме среды и пятка, как у нас положено. Наблюдите, однако, чтобы во время этих вкушений пищи не было шума и толкотни, и во время работы жатвенной не должно быть ни споров, ни самочинья, от которых брани и крики, также ни разговоров, ни смехов, ни прикословий, ничего такого и подобного не будет между вами. Но да благословенно будет дело ваше, как перед лицем Бога совершаемое. И помогать надо друг другу. Когда близ тебя работающий отстанет по бессилии или по затруднению какому, остановись и ты, и помоги ему, чтобы жатва ровно шла и у всех поддерживалось, соревнования одинаковые. Когда по распоряжению смотрящих за работой будете отдыхать в полдень или спать ночью под деревьями или под навесом, смотрите, чтобы тела ваши не были близко друг к другу и тем более не соприкасались, и чтобы иные подвое не отделялись от других в какие-либо скрытные места. За этим должны наблюдать за правителя работ. Сеятель плевел тут же невидимо, как бы он ни подкрался скрытно и не влил в кого яда своего пагубного, и мы не прогневали через то владыку нашего Бога. Всего ради бдите. На службе, так как псалмопения немного, надо смотреть, чтобы этого не исполняли спешно и смятенно, но со вниманием, чтобы мы могли входить в настроение на всякое дело благое. Все на ней, все бывайте, чтобы никто не оставался отсутствующим. Такой хотя бы потом за десять рук работал один недостоин ястия в тот день. Говорю это заботиться о спасении вашем и напоминая, чтобы не уклонился кто от пути Божия. Если у кого будет печаль какая, пусть не скрывает ее, но объявит первенствующим. Они рассудят и уврачуют требующее врачевства. Никто не должен оставаться праздным. Такой не имеет части с братьями и не есть из числа ищущих Господа. Рубить не силен или не умеешь брать? Бери рукояти, рукояти брать не умеешь. Собирай виноград, носи воду или другое, что потребно, исполняй на открытом воздухе или в доме. И Бог примет то по усердию своему, как две лепты вдовицы. 138 тоже. Пришли братья, сказали, как у вас идут дела, и тем обрадовали меня несказанно. Ибо для меня немалая радость слышать, что все вы благодати Христовы спасаетесь, удерживая доброе настроение свое и исполняя заповеди божественные, которыми просвещаясь, соделываетесь сынами света и наследниками Царствия Небесного. «Ей, чадо мои, так мудрствуйте, так ограждайте себя, так проводите день за днем, будучи возгреваемой божественной любовью и обновляемой обитающим вас Духом Святым, умерщвляя всякую сласть и всякую похоть растленной плоти и на место их насаждая и возвращая, как рай Божий, пресно жизненные добродетели, всегда покрывая, все терпя в подчинении, послушании, благотворении, любви, сострадании, бывают друг ко другу благими, друг ко друге радующимися, друг друга тяготы носящими. И, во-первых, ты, чадо мое, в Арсануфе, служение мною тебе преданное соблюдай безукоризненно перед лицем всеоживляющего Бога, действуя ни по пристрастии, ни по призорству, ни по негодованию, ни по неразумному смиренничанию, ни по паренью ума, но так мудро и благоутробно, как доилиса греет чад своих, благоволи душу свою предать за братья своих и чад моих. Великое дело пасти стадо Христово, что сказал Господь апостолу Петру, если любишь меня, паси овец моих, так и ты, чадо мое, если любишь Христа Господа и меня грешного. Добре, паси чад моих, или лучше агнцев Христовых, если же некоторые из них прыгают как козлищи, ибо слышу нечто и такое, укращай пыткость их, растолкуй им, что если они останутся козлищами, то в день суда будут поставлены слева Христа Господа, на стороне погибающих, в части сатаны. Устраши этим сердца их и порази их грозным словом этим, чтобы и они соделались агнцами, ибо агнцы кротки, не злобны, смиренны, послушны, некрикливы, а козлища прыгки неудержимы, строптивы и злонравны, горе таковым, ибо их ожидает осуждение в вечный огонь. Никто из вас, чадо мое, да не будет таков, никто, прошу вас, так как иначе пастырь надлежать будет нужда или голодом морить их, или отлучить от своего стада. Но разумейте, что говорю, и волю Божию творите. Смотри ты, чадо мое, Данииле, как следует обращаться в среде братьев твоих? Просвещай их, осоляй, вразумляй, не допускай бесчиней, новшеств, крикливостей, люби благонравных, благоговея на лицах, несмелых, степенных, трудолюбивых, послушливых, смиренных, неропотливых, несмешливых. Противных же им не терпи без ненависти и исправляй. Указывай им примеры лучшего, да никто не будет среди вас чужд Бога и не угоден ему. Чужд же Бога и не угоден ему бедщинник, шепотник, кропотник, смехотвор, тайноядец. Никто такого да не будет среди вас, но будьте все боголепны, богодвижны и боготечны. Господь да сохранит вас, чадо мои. 139. Тоже. Благодать вам и мир в добром устроении вашем, в послушливости, смиренно-мудрее, благоговеянстве, благостности, в денно-ночных песнопениях ваших и стихословиях. Смотрите же, чтобы все так и пребывало у вас неопустительно. Это же не иначе может быть, как когда будете иметь страх Божий и не погаснет огонь любви его в сердцах ваших. Ибо когда он погаснет в какой душе, тогда начнут в ней проявляться малодушие и расслабление. И другие тернии волши страстей, расслабление и распущенность телесная, леность и уныние, сон непомерный, едение ненасытное и всякий другой вид греха, особенно жгущее похотение, омрачительные помыслы, расположение и дела пагубной жизни. Признак же того, что не угас огонь, тот святой и невещественный, тот, что душа всегда ревнует о добром и усердно делает все должное, не ослабевая и не малодушествуя, послушание, работы, стихотлов, стихословие, исповедание, рукоделие, молитвы, воздержание, положенные и всякие другие дела, которые, разумеется, под блаженным послушанием. Блажен таковой Богу угоден и всем любезен, из благого сокровища сердца своего, как цветы, износя проявления божественных благодатей, отражающихся и на боголепном лице его и во всех движениях и словах, обладаемая же неуместными помыслами, мало-помалу уклоняется от должного, а потом и совсем отпадает от своего исповедания обета и делается добычей дьявола. Но будем молиться, чтобы каждодневно призывающий всех, уклонившихся с правого пути, возвратил и их свое им стадо, чтобы грех не истощил их в конец. Однако о должном взыскании погибшего не понеродите и сами, ибо если потерявшие какой-либо из неразумных животных нелегко переносят ущерб этот, не более ли тем по сению которых вверены разумные овцы, должно всеусердно пищить о взыскании погибающих из них. Так как эти подверглись падении, то прочие тем крепче пусть стоят и держатся должного, ибо написано праведные когда падают нечестивые устрашаемы бывают. Притча 29.16 Воспримите же страх и продолжайте шествовать осторожнее, потому что по ту и другую сторону вас дьявол устрояет вам стремнины, потому никто не оставаясь с неисповеданными помыслами и не действует по своей воле, никто не будет ни сластолюбив, ни самолюбив, потому что те, будучи обладаемы этими худыми расположениями, поскользнулись в ров пагубы и убежали, и теперь в состоянии жалушки достойном блуждают туда и сюда, как заблудшие овцы. Молитва отступила от них, ибо кому станут они воздевать руки, отбежав от Бога? Псалмы и песни замирают в устах их, кому воспоют они, терпя потерпев Господа, когда по молодуши сгубили себя? Поэтому вы молитесь за них, о возвращении их, но вместе молитесь и о своей твердости, говоря, если восстанет на меня брань, на него я уповаю. Многие боролись со мною от юности моей, и не примогли меня. Вот покой мой век века здесь селюсь, так изволилось, чтобы, как воины Христовы борясь, но не падая, получить сподобились вы за терпение венец правды. 140. Узнав ныне о том, что у вас делается, и порадовался я, и поскорбел, порадовался о здравии и благоденствии ваших проигуменов, и о правошествующих и правошествовавших братьях в благочестной покорности, в благом терпении и богоугодном житии, поскорбел об уклонившихся с пути и убежавших, хотя они и опять воззваны. Вас Господь более и более храня да хранит и утверждает да утверждает к совершению течения истинной жизни вашей. К уклонившимся же с пути обращусь сведущим словом пророка сыны человеческие, для чего любите суету и ищите лжи, ищая исполнение воли своих по возбуждению страстей своих, не полагая перед очами страха Божия ни суда ни подкупного, ни огня неугасимого, ни тьмы кромешной, ни скрежется зубовый тартером невообразимо страшного, но так бесстрашно и дерзко, так лживо и легкомысленно, судя о Боге при беспутных начинаниях ваших, доколе будете вы забывать суды его, доколе будете не приходить в чувство раскаяния, доколе будете полагать лукавые советы в душах своих, придумывая извинения во грехах и предаваясь суетным чаяниям, восставьте себя наконец от падения, разгоните окружающую вас тьму, пресеките безумные стремления ваши, от кого бежите вы, от кого отрицаетесь, не от духа или святого, которое приняли в день избавления, но довольно доселе, не прилагайте еще, не давайте дьяволу еще радоваться о вас, перестаньте угождать супостату своему, возлюбите возлюбившего нас Господа, восприимите себя благого владыку, а прошедшее он, как все благие, простит вам ради смирения вашего, исправьте же, прошу вас, и молю неисправность душ ваших, утвердите основание сердец ваших, соберите рассеяние мыслей ваших, вспомните обеты ваши, после них хотя бы огонь и меч угрожали вам, хотя бы муки и истязания предлежали, вам отнюдь не следовало уклоняться от них, а вы из-за ничтожной вещи злого желания своего, поправ божественный завет и священный обет и вскочили, как тельцы ужаленные, и устремились в места безводные и непроходимые, поселились в деревне, обращались с мирскими женами и мужами, ели и пили, как на заклание, из таких семян какие получаются плоды? Увы, мне несчастному, лучше бы земля поглотила меня, ныне время сказать мне с пророком, падите на меня горы и холмы, покройте меня беззаконного и грешного, Осия 10.8 Потому что те, которых я родил, оставили законы Божии, осквернили плоти свои, предали детство, отказались от послушания, сделали с посмешищем демонов, ибо не водит ли сатана туда и сюда послушных ему и не пожирает ли их потом устами греха, но придите хоть отсели, отрезвимся, опомнимся, осмотримся, рассмотрим прелесть вражей нашего бессоветия, укорим себя, смиримся, сокрушимся, припойдем в исповедании и восприимем мало-помалу прежнее наше прекрасное житие, ей прошу всех вас, стоящих в доме Господнем, во дворах Бога нашего, стойте доблестно, шествуйте неуклонно и покорны будьте предстоятелю вашему и другим начальственным у вас лицам, отметающиеся их меня отметается, а приемлющие их меня приемлет, или не меня, но Бога, ради которого я есть что есть и вы есть что есть 141 смотря на возжигаемое против нас брание оттуда и отсюда могу сказать словом апостола истина дано нам дан пакостник плоти ангел сатаны чтобы мы не превозносились но более досмиряемся наказуемые под крепкую руку Божьей да прибегаем как немогущие иначе спастись когда со всем старанием покорим непокорные мудрования наши и познаем самих себя что мы всесело окаянны ничего немогущее сделать как должно без помощи Божьей припосредствии руководящего нас как бы он ни был кто бы ни был тогда сойдет в печь страстей наших ангел как некогда в печь вавилонскую исторнет из сердца пламя похоти и произведет в душах как дух росный веющий дар чистоты потому смиримся долу мудрования наше долу и очи наше да преклонит выю свою разум и вот близок близ милость человека любивого Бога не будет никто неверен никто луках никто криводушен который бы устами благословлял с терцем же далеко отстоял каковым бывает следующий только своему нраву и своему разуму никто да не ищет своего но каждой пользы ближнего всецело будьте световы всецело искренны всецело истинные сыны будем шествовать как чадо как братья как наследники не будем принимать ничего чем могли послужить во вред друг другу и не допустим никаких новых бесчинств 142 до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...